Приветствую на своем канале. Сегодня у нас последний день лета. Сегодня я настроен на перегон. То есть мой треугольник самопальный из, наверное, шестнадцатой такелажной скобы. Палец такой мужчинский. То есть вот эта вот херня накидывается на фаркоп. Так, тут все зажато. То есть прикорчиваются уши через такие мужчинские болты. То есть две площадки. Вот сюда приворачиваются. Подгоняется бричка с фаркопом. То есть фаркоп залазить сюда. Вставляется, так скажем, палец. Заворачивается в щи. То есть снизу он висит на загибе фаркопа, а верх ему не дает вылететь шары. То есть вот этот диаметр это плюс два миллиметра к диаметру фаркопа. Ну, я имею ввиду жигулевского размера. То есть вот этот треугольник я сварил конкретно под эту бричку. Угол весь промерен. То есть ложится все чутко. Ну, на архангельскую BMW он не подошел, поскольку там у меня движка. И как бы поскольку я крайнштейны делал по этим, то угол наклона получается больше, поскольку можно подняться сантиметров на двадцать, чем у этой Александровской. И поэтому ничего не совпадало. Поэтому мне пришлось при перегоне резьбу выращивать не на всю. То есть где-то вот здесь вот конец гайки, чтобы здесь был два сантиметра размера. Так, сейчас ставим колесо, накачиваем, вытаскиваем бричку. Ну и будем перегонять. Но, поскольку я сегодня опять налегке, решил я все-таки прихерочить ее к олене. То есть можно бегать по деревне искать соседей, которые ушли из дома куда-то. Ну, я думаю, будет проще приварить сюда трубу. В трубе сделать отверстие под болт. Ну и прихватить где-нибудь с торца. Ну и с торца где-нибудь вот здесь. Вот это было не разъемное, а все соединение было уже к олене. То есть не горизонтально, а вертикально. То есть сейчас выгоним и надо будет сделать вот сюда вот трубу. Труба, чтобы была с отверстием входила сюда. Ну и здесь где-то приварить. То есть будет держаться на пальце и на сварке. Время как бы 12 часов дня. Погода уже все. Лето кончилось. Поэтому надо будет шевелиться. По сути тут делов на час. Чтобы поставить колесо, накачать его, выгонять бэху. Ну, здесь геморрой будет вот с этим, как бы, креплением. Ну и же отпиливать крепление самой скобы. Переворачивать ее. Ну или просто эту вваривать. То есть можно было бы, конечно, вот так вот запалиться. Все вкорячить. Дно. Хочу сделать удлинение. Сантиметров 10. Чтобы не повредить бампер. То есть можно снять бампер, но это тоже. Что-то, блядь. Не знаю. Снять-то я сниму, потом не захочется ставить. То есть надо будет сделать какой-то обрезок трубы. Ну, то есть вот эта вот труба, из которой я делал ось шлагбаума. То есть вставляем вот так. В скобу. Вариваем где-то вот так. Чтобы люфт был миллиметров пять. То есть вот этот говно надо будет обварить. Какую-то саную тряпку сюда мокрых положить. Чтобы не спалить пластик при сварке. То есть здесь где-нибудь обрезать. И уже приварить к тому треугольнику. Но это будет после того, как выгоню бэху. То есть надо здесь сделать какой-то переходник. То есть сначала мы его прихерачим к колене. Выгоним бэху. Но потом уже как-то туда нах. То есть здесь надо по сути сейчас варить отверстие. Или же приваривать гайки. Гайки приварить. Но гайки должны входить в палец. То есть не знаю, если такие гайки или нет. На варианты. То есть по сути обварить какой-то... Сделать переходничок. Так. Где-то были гайки. Сейчас уже не найду. Кстати вот пошел отрезок трубы. За которую тягали бэху из Архангельска. То есть это вот была на буксировочную петлю Логана. Ну на такую же. В этом же месте. С другой стороны у меня был как бы... Здесь вот одна труба большего диаметра. Другая меньшая. То есть у меня здесь был как бы крюк. Который заходил вовнутрь. То есть... Не знаю как рассказать-то. Проще нарисовать. То есть крюк был такой. С зазором примерно диаметра буксировочной петли. И когда вот этот вот крюк я надевал в буксировочную петлю. Вынимал как бы внутреннюю трубу. Засолил в трубу большего диаметра. И она как бы упиралась в крюк и запирала замок. Сейчас уже все обрезано. То есть это вот после ДТП. То есть одна сторона была вот такая. А другая сторона была вот такая. То есть блять размотала нахуй по полной программе. Ну там видели. В каком состоянии заднее левое крыло. Так. То есть... Какая мысль посетила. Палец туда залазит. Может быть отрезать два кольца. Приварить. Вот так. Можно даже не два кольца. А просто вот так вот обварить. Сделать втулку. То есть вот этот вот кронштейн с текелажной скобой. Варю сюда. Ну а потом как бы переходник. Вот эта вот втулочка. Она встанет вот сюда. Ну и какие-то упорочки приварить. Чтобы вот это вот соединение оно было жесткое. Чтобы вот так вот вверх вниз оно не ходило. То есть если оно будет шевелиться. Вся вот эта вот херня она оттуда уедет. В принципе не критично наверное. Но думаю все равно все это лишнее. Ладно сейчас я тут что-нибудь изобрету. Велосипед. А потом будем уже вытаскивать бэху и пробовать перегонять самостоятельно. Без соседей. Поскольку вот эта вот вкусняшка я думаю должна остаться у меня. Ну короче я сам себе сосед. Так. Сделал я вот такую приблуду. То есть такелажная скоба будет продета через буксировочную петлю. Вот так вот снизу. Винтом прикручено. Здесь пару капель сделаю. То есть сегодня у меня оказался один электрод под рукой. Вот от него осталось три сантиметра так скажем. С намазкой. Ну и два сантиметра чтоб я сжать. То есть на две капли только-только хватит. Через гвозик сделаю. Ну то есть вот так гвозик подложу. Обварю. Чтобы был меньший расход. Так. Здесь у меня варена втулочка из трубы. Еще такой хомутик сделал чтобы усилить. То есть тут где-то два с половиной. Тут где-то два наверное. Так. Арматуру сделал чтобы упирался вот в это место. Ну а длинный конец вот сюда. То есть что у меня. Вот эта вот херня в оси. Никуда не болтыхался. Стоял чтобы все на своем месте. Сейчас поставлю. То есть вот таким макаром все будет крепиться. В оси будет крепиться вот этим вот винтом. Большой такелажной скобы. Ну арматура будет препятствовать изгибания вот этого кронштейна. То есть чтобы он стоял с минимальными люфтами. Ну а машину буксировать вот за эту такелажную скобу. Которая будет прикручена. Как бы буксировочные петли. Сейчас все поставлю. На калину покажу как это будет все выглядеть. Ну то есть винт я затянул. Вот видим здесь люфты такие. Ну миллиметр по два. То есть если здесь снизу люфта нет. То сверху тоже такой минимальный люфтец. То есть думаю что не отвалится. Хотя вот это вот я варил гвоздями обычными. На сотку. Так ладно. Давайте посмотрим на калину. Посмотрим что получилось. Так все это прикрутил. Перед самой транспортировкой. Здесь вот. Пару капелюшек капнул. Чтобы мне вот и тут. Ничего не двигалось. То есть чтобы здесь все было мертво. Но потом уже если получится затащить. Просто болгаркой. Срежу нахуй. Вот эту херню будет можно уже выкинуть. То есть. От земли там примерно сантиметров 20. То есть вот таким макаром все будет буксироваться. То есть практически я тут не задеваю нигде за бампер. То есть не хотелось бы его конечно закоцать или расколоть. Если вот учесть. Что буксировочная петля она как бы не по центру. То машина у меня на 70 сантиметров впадет со смещением. От центра. Ну это как бы издержки производства. То есть можно было отдать 0,7 соседу. Что он мне на семерке затащил. Но придется я думаю его бегать. Искать по деревне. Поэтому в течение часа я такую херню приспособу изготовил. Ну и думаю что все получится. Поскольку здесь тащить буквально сколько. Ну метров 400. То есть соточка до асфальта. Соточка до перекрестка. Ну и наверное. Да нет все таки метров 500 я думаю. Ну и не столь важно. То есть когда я изготавливал вот эту вот херню. При блуду. Я сначала очковал. Когда тачку с Александром гнал. То есть думал что у меня этот болт как то развернется. Хотя я его привязывал на проволоку. И где то вот здесь вот блять. То есть стопорил чтобы не в процессе езды он не разворачивался. То есть я час буквально пару километров пути. Каждый раз останавливался. Проверял. Ехал потихоньку слегонца. Ну а потом понял что все четко и блять в ебал 120. Ну потом мне уже заловили гайцы. Потому что я там херачил блять. Как угорел я нахуй среди ночи блять. То есть я подгадал время чтобы мне подъехать к городу часов в 10 вечера. Чтобы не было каких то постов ГИБДД. Но заловили меня как бы в районе. За 40 километров от города. Ну в городе я проехал уже все на одном дыхании. Без каких то остановок. То есть думаю что все четко. Единственное что не уверен в сварке гвоздями. То есть хотя здесь как бы здесь 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 точкой сделал. То есть когда машина будет напирать. Главное чтобы тут херня у меня не сложилась. То есть это вот свободное у нас вращение идет петли. В петле так скажем. Если вот эта вот сварка отвалится. То вот эта вот херня. Она может уйти вниз туда. То есть. есть риск. Что как бы мероприятие может пойти не по плану. Но кто не рискует тот не пьет водку. В нашем случае. Тем более 07. Ну еще раз повторю. По делу. Снять задний бампер. Ну думаю блять. Все это лишнее. Не такой уж он и дорогой. Наш гули. Так. Ладно. Сейчас. Ставим. Колесо. Последнее. Заднее. Левое. Выкатываем. Здесь надо будет подкопать. Поскольку здесь. Закатывал. Просто логаном. Заталкивал. То есть вот этот бампер он был идеально ровный. Здесь. Вот такая вот херня. Когда я толкал. Логаном. А здесь. Уехал вниз. Когда я. Вот так вот через бампер. Петлю пропустил. Трос. То есть. Не стал я там. Заморачиваться. Искать какую-то крепюшку. Хотя здесь. Нихера его нет. Почему. Нет. Вот здесь. То есть. Не смог я там подлезть. Вот за это вот кронштейн. Вот здесь. Поскольку у нас. Буксировочная петля должна быть где-то здесь. Но ее. Тоже как-то не наблюдаю. То есть. Автомобиль стоял под уклоном. Ну и. Рывком я просто смел бампер. То есть. Бампер. Зафоршмачивал. Это был единственный. Бампер из трех. Который был. Полностью. Целый. Центральной части. Так. Ладно. Сейчас ставим колесо. Выкатываем. Потом уже. Подгоняю. Калину. Цепляем. Переигольник. Гбэхи. Подъезжаю задом. Цепляю. Буксировочную петлю. Здесь. Пару точек делаю. Снизу сверху. Ну и уже. Погнали. На зада. То есть. Откроем. Шлагбон. Потом уже. Наверное. Спилю забор. То есть. Надо сначала доехать. До участка. Но остальное. Как бы. Все это детали. Время на этот забор. Идет у меня минуты две. Тем более. Что бензопила уже есть. Так. Перед тем. Как поставить колесо. Его надо накачать. Поскольку он распускает полностью. За два часа. Ну а поскольку. У нас колесо пока накачивается. Можно открыть. Ворота. К одной руке неудобно. Путь к свету в будущем. Надо будет еще под колесами подкопать. Поскольку я там закапывал все это дело. То есть здесь вот выкапывал землю. Поскольку сначала руками затолкал. Потом уже. Логаном. Прям в бампер. То есть надо под колесами подкопать. И вот здесь вот. Маленько. Чтобы. Мне как бы. Поддоном. Не упереться. Тут хотя бы песок. Но. Думаю что все это. Будет. Лишнее. Но еще главное. Чтобы. В процессе. Выталкивания. Ворота не закрылись. Вот я бля. Я тут что-то. Засок навалил. Шестиметровых по-моему. По-моему здесь шестиметровые. Чтобы собаки и кошки не влазили. То есть нужно что-то будет. Как-то вынуть. Белый шлиф пилить. Сейчас я белый щерекну. Бензопила из Косторома за 2 800. Выручает. Так. Все тут откопал. Подкопал. Уже. Практически все плоское. Поднищим. Сейчас ставим колесо и погнали. Главное вытолкать. Прицепиться. Ну и. Раз в палас. Пока. На улице никого нет. Время где-то. Два часа дня. То есть. Все на работе. Движухи в деревне никакой. То есть. Надо. Так скажем. До часа пик. Управиться. Придется рычаг поднимать отдельно. Ну и. Наверное. Тоже. Замортизаторы. 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 Будем дергать. То есть. Здесь уже кто-то. Домики есть. Такого шевелера захерачил. Ох. За вышка. Сколько он тут? 6 сантиметров примерно. По центрам. То есть. Сейчас. Вкручу сюда болт. Парабан 1 в 1 с жигулевскими. То есть. Вкручу сюда болт. Налины. Домкарапно. Поднимаю. Вставляю. Какое-то полено. Надеваю колесо. За колесо поднимаю. Полено вытаскиваю. Эту хуни вытаскиваю. И погнали на. То есть. Все просто. Вот. То есть. Здесь болт. Вставил. Поднимаем. Поднимается сам рычаг. Стоит отжимается. Сейчас доску уже второй заход делает. То есть под сам привод ставлю эту болезину. Спускаем домкрат. Дома колесо налезет. то есть такими манипуляциями потратил целый день чтобы снять колеса с архангельской поставить сюда где они были изначально при покупке думаю все будет четко здесь колесо не влезет подкопаем то есть спускает в бортах трех местах как треугольник ну думаю с другой стороны с внутренней тоже то же самое так ладно кончаем до трешки ставим и выкатываем простучал и сопливить перестала то есть шанс что кулесо будет спускать надолго дольше попробую с другой стороны что у нас там происходит как бы возможно песок набился просто между ободом и резиной здесь вроде бы все сухо но это не точно то есть проблему с колесом можно сказать решил здесь четко здесь как бы тоже уже не пузырит колесо просто дубовые ладно ставим ну то есть еще один лайфхак вам если вдруг какая-то песчинка попала между диском и резиной надо только постучать но если диск у вас какой-то новый или литой то стараться не попасть по нему колесо на месте подкопал там подцепал то есть все четенько проблем в том что руль заблокировал не знаю подойдет ионской бэхи ключ зажигания или нет насколько я помню вроде бы от этой бэхи у меня ключи нет или есть на заблокированных колес далеко не увидишь все-таки ключи от нее есть не было на архангельской на ивановской и александровской они были так что идет сейчас ехать в город за ключами это еще полчаса времени потерянного момент истины вот все заебись так ступорим замок что нам на прямых колесах все выкатить потом будем выруливать подъехал только-только еле натянул так ладно этот момент запечатлеть не знаю получится нет а и а и и а и и и и и и и и и Продолжение следует... 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 В этой втулке Вот так вот не провернулся Вот так вот эта хуйня не провернулся И туда, блядь, все не уехало Так, ладно, начинаем Ну, едет, блядь Была проблема Уперся передним Правым колесом В холм Ну и колесо вывернуло влево, блядь Встал и раскоряку, блядь Ну, правда, на поляне Сейчас мне нас здесь вот по Встречке как-то, блядь Повернуть Поскольку машина у нас На метр примерно Так, опять мне тут что-то, блядь Колеса затаскивает То есть, блядь Без фаркопа вообще, нахуй Все печально Сзади тачка едет, блядь Охуенный обгонит Короче, пиздец Ну, пока едем, нахуй Главное, что, блядь С асфальта не съехать А то, блядь, калина будет шлифовать Так, ладно Еще у меня метров 200 Вот так она в поворотах Идет заебись То есть, на треугольнике На фаркопе Она у меня 120, блядь Я рачил я с ней Ну, здесь сейчас у меня Самопальный Переходник стоит Поэтому такие вот Проблемы, блядь Пока не обгоняется Но уже На грани То есть По асфальту там уже 10 сантиметров 20 Остается Так, ладно Открываем шлагбаум Остается Так, быречка на поле Но Маленько подсогнуло Кронштейн Правый То есть Он, блядь Согнулся Пиздес Уже почти по земле То есть Сейчас Распиливаем забор Ну и Стоим на место И на этом Как бы Уже все Так, шлагбаум Стоит Все четко Шлагбаум Конечно радует Так, я Средний столб Не залил еще То есть Впереди была машина Не знаю Видно было на видео Или нет То есть Из-за этой машины Пришлось тут Блядь Вот так вот Наколупать Набуксовать Нахуй То есть Логан Как бы Был Слегка Подушатанный Поэтому Мне Как бы Не особо Было Жалко Калину Все-таки Машина Президента Володя Володя Путин Рекомендует Так Колесо Колесо Затаскивал Не знаю Почему Когда машина На фаркопе Она едет Намного Стабильнее Чем здесь Здесь Пошли какие-то Блядь Колесо Походу Прямо было И вот здесь Просто Блядь Снасилован Ну тем самым Загибал Кронштейн Здесь Шлифовал Блядь 0.7 Остается Мне А это Не может Не радовать Потому что Такие алкоголики Как я Найдут Сотню Способов Как решить Свои проблемы В одиночку Ну а потом Все это дело Обмыть Так Шлабам Пока закрывать Не буду Я думаю Или закрыть Давайте Закроем Распилим Забор К херам Пролетик Он тот Где доски Валяются Вот этот Триппер Есть То есть Вот это Говно Уберем Один пролет И туда К той бэхе Поставим Примерно На метр Чтоб Была Боковая Дистанция Загружая Анонс На канал Заметил Что Порвало Телевизор То есть Дотолкать Бои На целый И Невредимый Достойло То есть Машина Будет Распиливаться Но не в этом году Здесь все четко Как четко Вот здесь вот Трещина Но она уже была То есть Этот перегон Для этого кузова Будет последний Трещина Маленько поймал гвоздя походу да так и есть главное чтобы от не увидел георги ми валера настало твое время здесь маленько черекну и 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 леска кончился что весьма странно ну да ладно все это мелочи как говорится так теперь нам надо выпилить вот идут пенек то есть поскольку же цепь тупая как банк валять банк утверочил так вам сейчас пили окну и будем загонять ну вот и усю цепь под заточку леску вставлять эту все мелочи конечно пиздец они такие звуки пугали когда я только только и и прицепил до дома 200 километров так вот гремит пердит кстати колесо уже начала заворачивать сейчас упрямляется все четенько все пока по плану идет метр где-то вот так вот ставим лишь канул лишь канул хотел конечно метр но что-то не прокатило то есть если сдать назад не знаю выдержит этот конштейн или нет финс должен попробовать прокатить вот только пилу парать оттуда прям до хрена прокатить он потом опять вперед то есть чтобы расстояние побольше было то есть я как бы метр поколений ориентирую с вами тут еще смещение идет ну чё как вам не хватает только черный из ванного здесь у меня почти что метр сантиметров 80 было немного поменьше так 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 три гоники отцепил надо сейчас снять и вот это вот хауну просто болгарским ключом спилить хотя можно просто спилить сварку если подлезть и отвергнуть их то есть скоба будет как бы хорошая может пригодится куда ничего здесь не порвало сварку гвоздями вот этот шляпу конечно варил насырал блять насовестно то есть можно было коротки устроить на самом деле километров на 300 блять ну блять конечно разрыв вызывает опасения то есть скорее всего кронштейна поскольку меня прикручена хомуту стабилизатора он же как бы растяжка рычага идет то есть колесо стоял на месте саленблоки давали люфт ну и как бы а он жаром порвало блять поэтому машину и затаскивал во время движения ну как говорится четыре года стояния не прошли бесследно то есть стоят они тут четыре года наверное но она уже была в таком состоянии то есть когда ее забирал она стояла в гараже в котором просто блять можно было разводить каких-то крокодилов не знаю то есть текло блять со всех щелей крыша блять было просто худая на ну и как бы бывший владелец сказал что он ее продает чтобы сделать крышу в гараже то есть стояла на лет восемь как бы и настал из-за этого пиздец такие дела так ладно сейчас это все алабуду собирают это я наставлю сейчас муж столбик поставлю тут чуть приколочу подобие забора то есть надо будет делать потом ну а на этом я свое видео заканчиваю всем пока это был перегон бмв 316 как оказалось 2 не 316 хотя движки на 18 что весьма странно в одну каску то есть хотела до этого попросить соседа ну кто на первом канале на моем смотрел на основном не по бмв те знают как разворачивались события но поскольку соседа не было решил я не заморачиваться как говорится оставить пол литра себе хотя там 07 но это особо роль не играет поэтому если ты хочешь сделать что-то хорошо сделает из самых хотя можно был соседу сказать что мне порвала он жиром и должен кузов из мюнхена ладно хватит лирики еще раз прощаюсь всем пока он он это он 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 Продолжение следует... Продолжение следует...